И мы с вами находимся около метро Профсоюзная, соответственно, Профсоюзная улица. И мы сегодня будем смотреть, какие дома попали в реновацию именно вот на этой Профсоюзной улице. Вот. Ну, семь домов мы уже посмотрели, какие попали в реновацию на этой улице. Они находятся в районе Ясенева. Вот. В самом конце, собственно говоря. Ну и вот, всего попало в реновацию у нас здесь на этой улице 49 жилых домов на сегодняшний день. Ну, и все они пятиэтажные. То есть попали практически все пятиэтажки. Но не все. Все пятиэтажки кирпичные, которые находятся вот там, в Академическом районе. Потому что Профсоюзная улица начинается именно там. От метро Академическая и дальше вот сюда идет, как раз в сторону Профсоюза. Так вот там есть около десятка пятиэтажей, которые не попали в реновацию на сегодняшний день. Они были... Они все кирпичные и они были построены... Ну, в 50-е годы еще, да, вот, прошлого века. Они в реновацию не попали. По крайней мере, пока. Ну, а, соответственно, практически все остальные пятиэтажки, они как раз в реновацию попали. И вот мы сегодня, собственно, их и посмотрим. И вот перед нами находится недавно введенную эксплуатацию, жилой дом на Профсоюзной улице 32. Ну, прямо вот около метро, собственно, Профсоюзная. Вот, этот дом был построен, соответственно, введенную эксплуатацию совсем недавно. То есть, буквально месяц назад, вот, в июле месяце вот этого 2020 года, строился он около двух лет, с 2018 года. И вот теперь его ввели в эксплуатацию для переселенцев вот из пятиэтажек, собственно говоря. В том числе и на Профсоюзной улице, ну, в этих вот районах. Мы сейчас находимся в районе Черемушки. Это юго-западный округ Москвы. Вот. Ну, и, собственно, сейчас вот мы посмотрим теперь дома, которые попали здесь вот в реновацию, в том числе и в Черемушках. Также в Упорщевском районе несколько домов попало. Ну, и также попали дома в районе Коньково. Это все юго-запад Москвы. Мы сегодня будем идти по юго-западу. Ну, и все дома, которые мы сегодня увидим, которые здесь попали вот в реновацию на Профсоюзной улице, соответственно, вот в этом, в этих районах Черемушки, в основном также Обручевский и Коньково, они все панельные, ну, и там буквально несколько блочных домов. В основном, они панельные. И все они были построены в первой половине 60-х годов. Ну, в общем, такие типичные хрущевки. Вот, как говорится, беспринесные. Вот, ну, вот еще посмотрим на этот дом, который совсем недавно ввели в эксплуатацию. Ну, вот. Он 22 этажа, кстати, я не сказал, да, 22 этажа. Ну, а теперь посмотрим те дома, которые, соответственно, назначили под снос по реновации. Ну, в том числе, из которых как раз переедут и в этот дом народ. Ну, построили, конечно, видите, сразу около метро. Обычно первые дома как раз строятся на достаточно выгодном таком положении, в выгодных местах. Ну, а потом уже застраиваются такие менее привлекательные места. Ну, как правило, по крайней мере. Ну, и вот сейчас мы будем смотреть. Там перед нами дома будут совершенно одинаковые. Вот это дом 32, корпус 2. Да, и даже построены они были все в один год. Ну, вот это же в 360-м году. Ну, и все дома, которые мы сейчас увидим, это буквально вот самое начало 60-х годов. Так, сейчас лучше, наверное, вот здесь будет, да? Вот это 34-й дом. Вот еще 32, корпус 2. Это вот этот дом. Еще не посмотрели мы. Так. Вот он немножко желтоватый такой. Ну, прям, видите, кстати, по контрасту, да, смотрите, какой вот этот дом новый и какая вот эта пятиэтажка, которую предстоит снести. Вот. Вот такой контраст. Так что жители этого дома уже могут вот смотреть, куда им предстоит переезжать. Ну, не факт, что прямо непосредственно в этот дом переселят. Хотя, ну, вполне возможно, но, во всяком случае, пока с опыта переселять тут и некуда больше. Там еще дома строятся в Коньково, но там ведь в Коньково тоже будут сносить. Поэтому, наверное, все-таки для тех, кто именно здесь живет в Черемушках, вот здесь на Профсоюзной, вот в этих кварталах, то, наверное, непосредственно как раз в этот дом и переселят. Ну, по крайней мере, большая вероятность этого. Ну, это как бы вот такая вот детская площадка, видите, здесь получается. А там, кстати, восьмиэтажный дом, он пострадал от этой стройки, потому что там, вроде говорят, трещины какие-то были. То есть он пошел. Ну, вот, когда строили этот дом, жители возмущались, вот, ну. А он, кстати, в реновацию не попал, тот дом. На углу с Нахимовским проспектом находится. Ну, в общем, смотрите, вот этот дом, соответственно, у нас 32, корпус 2. Ну, и дальше уже пойдем. Видите, дворик совсем маленький получился. То есть почти нет двора. Вот, видите, дом 22-этажный, обратите внимание. А сразу улица. Улица, метро. И вот все, без двора, фактически. Вот. То есть вот так вот построили дом. Маленькая такая прям буквально площадочка. Ну, небольшой-то есть, конечно, уж совсем. Нельзя сказать, что нет. Ну, очень маленький. Вот такие сейчас строят. Но зато рядом метро. И в этом смысле, да. Это, конечно, очень удобно. Выходишь и вот прям, пожалуйста. Особенно у кого машины нет. Да, если даже у кого есть, все равно. Многие все равно пользуются метро. Так что, да, в этом плане, конечно. Видите, ну, как всегда есть и плюсы, и минусы. Но, в любом случае, мне кажется, все-таки, на мой взгляд, минусов больше. Ну, во-первых, это очень плотная застройка, уплотненная. 22 этажа, большая получилась высотный дом. Ну, и плюс, конечно, отсутствие такой вот благоприятной житейской среды, такой жизненной атмосферы. Вот. Вокруг этого дома в целом такая среда не очень благоприятная получается для жизни. Ну, это метро, конечно, да. Это, пожалуй, единственный плюс. Но, вообще, в принципе, район, конечно, тоже престижный. Черемушки. В общем-то, они, да, всегда ценились. Ну, никогда уж прям особо престижным этот район не был, прямо скажем. Но все-таки, все-таки. Все-таки. Юго-запад есть юго-запад. И, в общем, этот район, конечно, всегда уважали. И, в общем-то, он ценился. Ну, следующий дом у нас 36 корпуса 1. Сейчас они все, в принципе, будут практически одинаковые. И этот дом тоже 3660 года постройки, тоже панельный. И вот, кстати, смотрите по контрасту, да, смотрите, сколько тут зелени, да. Вот, площадка такая достаточно большая. Ну, все-таки, по сравнению с той, которая у того дома. Так что, вот, можно обратить внимание, да, что какая разница, да, вот, какие дворы, соответственно, раньше строили, да, раньше вот тут. И какие сейчас делают. Ну, имейте в виду, что это дома-то пятиэтажные. То есть, тут еще народ живет намного меньше, чем, скажем так, в той башне. Вот. И улица все-таки, видите, немножко вдали. Смотрите, какое расстояние от проезжей части и вот до домов. Специально делали. Видите, какая тут зона ведет перед домами, чтобы, как говорится, это самое, создать все-таки более благоприятную среду. А там дом выходит непосредственно прямо на проезжую часть. Причем, там и Нахимовский проспект совсем рядом. И профсоюзный. Они постоянно шумят день и ночь. Движение очень сильное. Все время здесь почти. Итак, 36 корпус 1. Еще раз посмотрим. Вот с этой стороны теперь. Так. Ну, ведь тут дома, конечно, все в зелени утопают. Поэтому прямо уж так полностью их рассмотреть сложно, но все-таки. Вот двор. А это дом 38, корпус 1. Еще одна пятиэтажка панельная, чуть желтоватая. Тоже 1160 года постройки. Ну и тоже, конечно же, попала она в реновацию. Вот. 38, корпус 1. Ну, а по той стороне там, в том, научный институт он находится. В том числе и не он сейчас строится. Он сгорел же. Там здание сильно погорело. По-моему, в 15-м году. Или в 13-м. Ну, теперь там заново отстраивает. Ну что? Ну, дом 40-й. 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 Так, ну, это дом у нас кирпичный. Единственный, по-моему, тут кирпичный дом. Я сказал, все панельные. Ну вот, видите, несколько ошибся, получается. Вот, есть один дом и кирпичный. Ну, он тоже был построен, в общем-то, в одно время. Тоже в 60-м году. То есть тут, в этом плане, да. Ну, вот, затесался тут и кирпичный дом тоже каким-то образом построили. Ну, это как в виде исключения. Вот, а так, в общем-то, кирпичные дома, на профсоюзные, они в реновацию пока не попали, пятиэтажки. Ну, не только пятиэтажки, но мы сейчас говорим пятиэтажки, потому что то, что выше, оно вообще не попало в реновацию. Ну, 40-й дом. Дальше поднимаемся на небольшой пригорочек. Это мы все идем по 20-му кварталу Новых Черемушек. Не район Черемушки современный, а историческое название это 20-й квартал Новые Черемушки. Вот. Ну, в советское время, по-моему, это Черемушкинский район был. Ну, что ж, идем дальше. Ну, этот дом, 42-й, девятиэтажку сносить не будут. Вот. Хотя она тоже панельная, такие иногда сносят. Но здесь она, по крайней мере, пока в реновацию не попала. Ну, может, потом. Вот. Мы сейчас говорим, опять же, не забывайте по состоянию на сегодняшний день, то есть на август 2020-го года. Ну, это еще фактически по списку 2017-го года, то есть он фактически не обновлялся с тех пор. Вот. А там уж, как говорится, что будет дальше, это... Только Господь Бог знает, больше никто. Я думаю, сами власти московские не знают, что там, как там. Надо сначала эти снести, а потом уже браться за другие. Реновации, видите, тут идет со скрипом не так быстро, как бы многим хотелось. Вот. И жителям, и чиновникам. Нет. Не так все просто. Ну вот. А вот этот... Итак, 42-й дом мы прошли, девятиэтажка. Ее не будут сносить. А следующий дом, он, конечно, под снос. Под номером 44. Корпус 1. Тоже панельная пятиэтажка. 1963-го года. Постройки. Вот она. Немножко ободранная. Видите, наверное, покрасили, и краска слетела. И вот такой вид дома не очень презентабельный. Итак, дом 44. Ну, вот здесь можно посмотреть. Но полностью не увидим, потому что все равно все в зелени скрылось. Ну, так более-менее. Ну, а теперь дальше мы идем к 46-м домам. Их сразу три. Вот у нас первый. Дом 46, корпус 1. Их три корпуса. Три корпуса. Домов под номером 46. Итак, 46, корпус 1. Дальше углубляемся в квартал. В этот вот 20-й. И вот этот дом у нас. 46, корпус 2. Вот смотрите, сколько тоже зелени здесь. Здесь желтоватенький домик такой. 46, корпус 2. Ну, они, в принципе, все похожи. Так они... Вообще, конечно, сегодняшнее наше знакомство будет не очень интересным, потому что все дома похожи друг на друга. В общем-то, в значительной степени. И конструктивные, и даже по внешнему виду похожи. Так что... Так что-то и такого интересного, в общем-то, мы сегодня особо не увидим. Вот. Тут строили буквально как-то. Так все быстро. И, в общем-то, одинаково. Вот, как этот самый... Хрущев постановил. Никаких излишек архитектурных. Все должно быть, в общем-то, чисто функционально, одинаково. Просто, чтобы людям было, как говорится, где жить, где ночевать. Все. А это всякие там разные ваши... Там какие-то завитки. Разные какие-то там карнизы. И прочие там штучки архитектурные. Это все, как говорится, не нужно нам. Вот это дом 46 корпус 3. Ну, вот так и построили, собственно. Вот. Особо не заморачивались на какую-то там красоту. Лишь бы только было где жить людям. Ну, вот, и здесь жить. Ну, при этом, конечно, эстетически дома выглядят весьма непривлекательно. Ну, и, собственно, внутри, конечно, тоже они уже вот за 60 лет, которые стоят, они довольно сильно тоже обвешали. Вот. Идем дальше. Итак, еще раз смотрим. Это дом 46 корпус 3. Здесь его довольно хорошо видно. Ну, и дальше у нас 48 дома. Вот. Их сразу 4. 4 корпуса. И вот это у нас дом 48, корпус 4. Да, и вот эти все дома, они в 61 году были построены. 46 и 48. Я даже не говорю, потому что, в принципе, одно и то же. Вот этот 48 дом, корпус 4. Вот он он. И дальше мы пойдем. Вот этот 48 корпус 3. Они все одинаковые. И все даже в один год были построены. Вот 48 корпус 3. Дальше. Ну, а здесь, видите, 46, соответственно. Корпус 2. Вот еще раз посмотрите. Вот они так идут практически в шахматном порядке. 46 и 48. Ну, это 48 корпус 2. Ну, смотрите, сколько зелий, кстати, обратите внимание. Вот. Вот, это такой даже немножко голубоватенький домик какой-то так. Чуть хоть как-то разнообразие. А то все желтые да белые. А тут вот голубые хоть на чем-то можно, как говорится, остановить внимание. Вот, это у нас двор. Опять же, смотрите, какие просторные дворы. И при том, что дома пятиэтажные. Ну, и 48 корпус 1. Вот, собственно, дом, который выходит непосредственно на проезжую часть. Ну, с тектором все-таки отступом от нее. Вот еще раз посмотрим. Тоже дворы. Вот. Что, грязновато как-то? Так. И вот, собственно говоря, да. 48 корпус 1. Ну, еще 54 дом нам в этом квартале посмотреть. И пойдем дальше. Вот. Это все дома панельные. Так, это у нас что-то реконструируется. Наверное, поликлиника, да? Что-то такое. Вся в лесах. Вот, наверное, поликлиника. Сейчас очень много поликлиник реконструируется. Я вот уже показывал на Новощукинской улице. Тоже вся поликлиника тоже вот примерно в таком состоянии. Вот. И тут тоже. Ну, и вот 54-й дом еще вот перед нами. Который тоже лицом непосредственно выходит на профсоюзную улицу. Тоже панельный дом, построенный в 61-м году. И тоже он попал под снос. Вот он. Ничего примечательного в нем, конечно, тоже нет. Здесь, наверное, получше будет видно. Ну, 54-й дом. Это уже ближе к метро Новые Черемушки. Вот там мы начали от профсоюзной. Ну, а сейчас дошли до Новых Черемушек. До метро Новые Черемушки. Друзья, ну, мы вошли в 22-й, 23-й квартал Новых Черемушек. Это вот, соответственно, у метро Новые Черемушки. Вот оно как раз вот. И здесь в этом квартале, вот он перед нами как раз, это профсоюзная улица. Здесь вот попало в реновацию под снос сразу 12 жилых домов. Они все одинаковые, 12 панельных пятиэтажек. И даже они построены были в один год, в 1961 году. И вот первая пятиэтажка перед нами под номером 37. Она непосредственно выходит вот на улицу, сюда, на профсоюзную. И прям непосредственно вот к выходу из метро. Итак, панельная пятиэтажка под номером 37. Ну, собственно, с Черемушек во многом началась как раз застройка пятиэтажками, панельными пятиэтажками Москвы, этими самыми хрущевками. Ну, и здесь их, конечно, понастроили довольно много. Но с той стороны, вот мы уже видели, да, дома, которые тоже попали в реновацию, точно такие же. Вот пятиэтажки построены тоже в одно время, в 20-м квартале новых Черемушек. Вот это 54-й дом, ну и дальше там уже 48-й, 46-й и так далее. Ну, еще раз посмотрим на 37-й дом. Вот он, который попал в реновацию. Так, 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 так. Не очень удачно пошли. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Это уже 33-й дом. Ну, давайте. Ну, да, 33-й это как раз тоже, в принципе, неплохо. Вот, 33-й дом. Вот это у нас 33-й корпус-1, то есть дом, который непосредственно выходит на проезжую часть. Вот он. Попал в реновацию. Он здесь, наверное, лучше всего будет посмотреть, потому что он тоже утонул весь зелени, этот дом. Ну, вот. Дальше это вот этот дом у нас 33-й корпус-2. Вот он. Ну, тоже зелень не утонул. Его и не рассмотришь толком. 33-й корпус-2. А это вот кошки черемушкинские, видите? Две кошки попались сегодня. Итак, это вот 33-й корпус-2. Тоже панелька. 61-го года постройки. Ну, это вот 33-й корпус-1, соответственно. Вот. Так, ну что, сейчас вот отсюда, наверное, вот здесь более-менее неплохо посмотреть. Ну, обычная панельная пятиэтажка. Ничего, как говорится, интересного. Вот. Ну и 33-й корпус-3. Еще вот следующий корпус. Видите? Точно такая же пятиэтажка, тоже 61-го года постройки. Вот. А видите, они тоже в глубине квартала находятся. На некотором отдалении друг от друга. Между ними довольно-таки богатые зеленые зоны. Вот, смотрите как. Вот 33-й корпус-3. Так, это фитнес-клуб World Classic. Такой довольно дорогой. Ну, популярностью он пользуется. Ну вот, 33-й корпус-3 уже, в принципе, ближе подходить не будем. И так, в общем-то, понятно. Ну, вот такая зеленая зона. Ну, давайте вот здесь еще подойдем сюда. Видите, целая даже прогулочная аллея здесь, между домами. Видите, как сделали. Красиво. Целая аллея. Прям деревья. Вот. Ну и 33-й вон, корпус-3. Вот. Все. Дальше пойдем смотреть 29-е дома. Наверное, так, чтобы как-то не запутаться. Ну, 29-е дома посмотрим сначала. И так, 33-е видели, да? Вот это корпус-1, корпус-2 и корпус-3. Ну, это какой-то офисный центр. Не знаю, что это такое. Ну, похоже на офисный центр. Вот это здание с мансардой. Трехэтажное. Вот. Ну, может, что-то когда-то здесь было. И, может, что-нибудь другое. Не знаю. Я здесь никогда не жил, поэтому этот район я не очень хорошо знаю. Дом 31, корпус-2. Так, ну и вот у нас 29-е дома. Вот это 29-е, корпус-1 дом. Они тоже три корпуса. Тоже три корпуса. 29-е, корпус-1, корпус-2 и корпус-3. По профсоюзной. Видите, прям буквально за год построили столько домов. И с той, и с другой стороны тут многие дома. Вот это 29-е, корпус-1 дом. Ну, вот он. Ну, соответственно, вот это 29-е, корпус-2. Вот. Желтоватый дом. Так. Там можно пройти-то, нет? Посмотрим. Так, тут детская площадка. Ну, можно, ладно, пройдем. Все. Вот такая оригинальная детская площадка. Немножко напоминающая мое детство. Тоже такой песок был. Песочница. Качельки такие похожи. Ну, вот это 29-е, корпус-2. Это 29-е, корпус-3 у нас дом. Вот. Их разделяет вот этот фитнес-клуб. Ну, и вот это здание какое-то. Сильно охраняемое, я не знаю, что это такое. Ну, вот это еще раз смотрим. Дом. 29-е, корпус-2. А вот это 29-е, корпус-3. Вот этот дом. Какие деревья большие выросли, да? За время существования этих домов. Это очередные ровесники этих домов как раз. Жители еще сажали, наверное. Все, 29-е, корпус-3. Ну, что, идем дальше. Вот этот дом мы видим. Это дом 31, корпус-3. Вот, 31-е, корпус-3. Который находится между домами 29 и 33. Вот это 29, корпус-3. Вот. А это 31. Корпус-3. Вот, 31. Получается. Ну, вот это, кстати, хорошо видно. Здесь и так. Очевидно, вырубили тут деревья, поэтому дом смотрится так довольно неплохо. 31, корпус-3. Ну, и за ним следующий дом, 31, корпус-4. Вот этот дом, тоже панельная пятиэтажка. Видите, они тут так несколько разбросаны. Ну, вот эти 29-е, они друг за другом, а эти уже несколько разбросаны. Это 31-е, 27-е. И так, вот этот дом у нас, за вот этой помойкой, это дом 31, корпус-4. Ну, и остались 27-е дома у нас еще. Так, где бы мне пройти к 27-м домам? Там проход-то есть. Потому что я просто здесь, конечно, не очень хорошо ориентируюсь. Не знаю, можно там пройти, нет? Может быть, и можно. Да, вроде что-то есть, пойдем. Мне кажется, здесь раньше была какая-то дорожка, сейчас что-то нет вроде. Вот, ну ладно, 31, корпус-4. Вот еще раз дом. Вот. Ну, и теперь идем к 27-м домам. Вот это 27-м, корпус-6. Дом 27-м, корпус-6. Вот он. 27-м, корпус-6. Уже в зелени весь. Там детский сад. Очевидно. А сейчас там не знаю, что. Потому что кто-то занимается. Итак, 27-м, корпус-6 дом. Вот этот, видите? Прямо как будто за городом. Смотрите, сколько деревьев, прям темнота тут даже. Угу. Как красиво. Так, там детский сад. Итак, смотрим. Вот это 27-м, корпус-6. Вот этот, здесь, наверное, лучше всего будет видно этот дом. 27-м, корпус-6. Вот этот, 27-м, корпус-7. Вот это желтенький дом. Вот они, наверное, отличают их по цветам, да? Не, ну те, кто живет, наверное, знают. А так можно, наверное, только по цветам отличить, потому что поиначе как-то сложно. Вот это, видите, тоже утонул зелень, желтоватый домик. Это 27-м, корпус-7. Так. Ну и осталось еще, пацан, 27-м, корпус-5. Вот этот, корпус-6 был. Вот, смотрите, еще, видится двора, тоже все зелень. Вот это, вот, 7-м. Корпус-7. И вот еще стоит 27-м, корпус-5. Напоминаю, все это панельные дома. 61-го года постройки. И, конечно, их будут сносить в ближайшие годы. Здесь вот, в этом квартале, на профсоюзной улице. Ну и еще раз напомню, последний дом, это вот этот 27-м, корпус-5. Сейчас выйдем, посмотрим. Ну, здесь сложно будет, наверное, посмотреть. Вот этот еще, наверное, можно как-то вот... Да, этот дом... А, он, кстати, кирпичный, между прочим, а не панельный. Тут это что-то... А, вот здесь хорошо видно, вот этот дом. 27. Корпус. Это детская площадка. А вот это вот у нас, кстати, кирпичный дом, я даже не знал. Я вообще-то думал, что он панельный. Ну, вот, видите, ошибся. Признаю ошибку. Так что это дом у нас кирпичный. Но он, несмотря на это, все равно он тоже попал в реновацию. И будет снесен вместе с другими домами, которые здесь вот находятся, вместе с теми, которые попали здесь в реновацию. Итак, 27-м, корпус-5 тоже, кстати, 61-го года постройки. То есть год постройки, в общем-то, одинаковый. Только он кирпичный, в отличие от всех остальных, которые мы с вами только что видели. Ну, и вообще в большинстве, которые находятся в этих вот районах Новых Черемушек. Или, как сейчас, район Черемушки. Все. На Новых Черемушкинской вот этой улице, в этом районе, попала в реновацию под снос. Три жилых дома, причем, три кирпичных дома, причем вот этот дом, 38-й, там в реновацию не попал. А вот следующий за ним, точно такие же кирпичные дома, которые стоят торцами, как раз к улице. То есть 40-ое, 42-ое, они как раз попали. В реновацию, но, правда, в последнюю, третью очередь сноса. Вот это у нас дом 40, корпус 1. Вот. И этот дом был построен в 1661 году. Вот, дом 40, корпус 1. Этот не попал, 38-й. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Вот, 40, корпус 1. И за ним сразу 42, корпус 1. Тоже кирпичный дом, тоже 1161 года постройки. Вот он. 42, корпус 1. Ну, и вот расстояние между ними. Еще раз. С другой стороны 40, корпус 1. И 42, корпус 1. Вот. И эти дома, правда, попали в последнюю, третью очередь сноса. То есть с 29 по 32 годы. Примерно лет через 10. Ну, а последний дом, еще третий дом, да, вот по, ну, у Черемушкинской улицы, которая по Павлинасу находится. Здесь вот, чуть в стороне от проезжей части, которая там проходит. Вот, за зданиями. Ну, у нас школа, может, интернат какой. Вот. Это дом кирпичный, тоже третий. Вот. Вот он перед нами, да. Это кирпичный. По сравнению с панельными, которые вот находятся по профсоюзной улице, вот эти еще профсоюзные, а это вот один дом по Ново-Черемушкинскому, вот за этими высотными тоже жилыми комплексами. Адмирал, по-моему, да. И вот этот вот дом, он тоже попал в реновацию. Дом 48, корпус 2. Тоже кирпичный. Тоже построен так же, как и те два дома, что попали в 1661 году. И тоже третья очередь сноса. То есть, 29-32 годы. Вот, пожалуйста, этот дом. С зелеными балконами. Вот. Ну, а там, в основном, панельный. Ну, вот один кирпичный дом, уже это по профсоюзной. Мы смотрели эти дома. Вот это дом, 48, корпус 2. На улице Церупа. Четыре панельные пятиэтажки. Попали в реновацию. Вот они друг за дружкой стоят. Ну, это вот, собственно, такие остатки еще советского времени. На этой улице, собственно, больше туда, собственно, сносить-то и нечего. Но в остальном тут, видите, они уже многоэтажные дома вокруг. Ну, а вот эти вот дома еще остались. Пятиэтажки неснесенными. Вот уже тут многие снесли в окрестностях. Ну, вот они 12 и 12, корпус 4, 12, корпус 3, 4, 3, 2 и 1. Вот, собственно, и все. И все эти пятиэтажки панельные, да, они были построены в один год, в 1663 году. Мы друг за другом их расположили. И они выходят торцами к проезжей части, вот в глубину, собственно, квартала жилого. Ну, там за ним как раз проходят улицы Тюрюпы. Вот это вот у нас дом 12, корпус 2. Ну, 12, корпус 3. Вот с другой стороны смотрим с коричневыми балконами. А это с красноватыми, с такими бордовыми балконами дома. Ну, так они отличаются, так они немножечко такие, как бы, сероватые, бело-серые какие-то они дома. Так, 12, корпус 2, 12, корпус 3, 12, корпус 2. Ну, а вот 12, корпус 1. Да, и все эти дома будут сносить тоже в последнюю очередь, так и на Новочеремушкинской улице, соседней неподалеку проходит. То есть, лет через 10 примерно, 29-32 года. Ну, 12, корпус 1. Вот. Балконы, кто во что, горастно такие, они немножко желтоватые, коричневатые какие-то такие. Немножко неопределенного цвета. Вот, хорошо видно, здесь 12, корпус 1. Ну, еще раз, 12, корпус 2, корпус 3, корпус 4, можно смотреть. Ну, и вот такие вот дворы, расстояние. Вот такая ситуация. Ну, а теперь мы на улице Гребальде. Вот, кстати, вот здесь уже довольно много домов попало в реновацию. Третий дом, 31, корпус 2. Ну, и дальше сейчас мы будем видеть одни дома, как пятиэтажки, которые попали в реновацию. Это сейчас вот будут одни панельные пятиэтажки. Вот. Ну, вот такие же похожи на этот дом, 31, корпус 2. Которые были даже построены в один год. Представляете, вот эти все пятиэтажки, которые мы сейчас увидим, это все один год, 1161. Вот это дом, 31, корпус 2. Там же мемориальная доска установлена, через кого названа эта улица. Вот. Ну, и все дома, которые мы сейчас будем видеть, они-то попали во вторую очередь носа. Это уже мы недалеко от метро новые черемушки. Вот. А это у нас дом, 31, корпус 1, такой, более желтоватый. Вот. Вот, 31, корпус 1. Ну, видите, они стоят торцами проезжей части. Тоже, даже как вы видели на Новочеремушкинской улице. Вот Цирюпы. И здесь вот на Гарибальде тоже. Многие дома стоят вот так, 31, корпус 2, 31, корпус 1. Ну, вот такой дворик, соответственно. Идем дальше. И сейчас они вот так вот будут идти подряд. Эти дома друг за другом. Их довольно много. Сейчас идем в сторону метро. Новые черемушки как раз. Дальше у нас будут, соответственно, 29-е дома. Вот это у нас дом, 29, корпус 3. А вон 29, корпус 2. Желтый дом. Это белый. Вот это 29, корпус 3. А вон желтый, 29, корпус 2. Вот сейчас мы... Вот это сама улица. Догибайте. Давайте туда поближе подойдем. Между тем домами пойдем, чтобы лучше было. Ну, это 31-й дом. Еще раз, 31, корпус 1. Вот это вот. 29, корпус 3. Напомню, панельные дома. 1661 года постройки. И вторая очередь сноса. Вот это вот поперек стоит, как бы замыкает эти дома несколько. Ну, такой, в принципе, не очень большой дом. Хотя стандартная пятиэтажка, тоже панельная. 29, корпус 2. Желтенькая. 29, корпус 2. Белый дом. 29, корпус 3. И вот тоже желтоватый дом. 29, корпус 1. Так что 29, 3 корпуса. Получается. 29, корпус 1. Так, а вот это у нас, видите, уже здесь здание оградили. И здесь одна из четырех точек стройки дома по реновации. Вообще всего четыре точки. Два дома уже построены. Реновационных. Это один мы видели на профсоюзной. 32. И один еще увидим. Тоже как раз на улице Грибальде. Дом 17. А вот здесь, видите, все оградили. И вот здесь это здание будут сносить. Я не знаю, что здесь раньше было. Говорят, кружки какие-то. Может, типа детского сада некоторые говорят. Ну, какие-то предприятия питания. Ну, в последнее время это было административное здание. И это здесь вот скоро, видите, все это снесут. И сразу же после этого начнет строительство нового реновационного дома для треселенцев из сносимых пятиэтажек. Вот. И это не улица Грибальде, а это новая Черемушкенская улица, 56, корпус 3. Вот. Начало работы вот недавно начали все. И закончат. Ну, это неправильно написано, видите, второй квартал 21-го года. Ну, конечно, это глупости. Это ошибка. Ошибка. И, естественно, что не в 21-м году, а попозже. Вот. Скорее всего, в лучшем случае в 22-м году. Ну, а так, может быть, даже и в 23-м году. Будет строить дом. Какой этажности пока непонятно. Ну, вот. Такая вот ситуация. Смотрим. Это 29-корпус 2, дом с другой стороны. И 29-корпус 1, 29-корпус 3. И идем дальше. Смотрим. Вот. Вот это у нас вот беленький домик, видим, да? Это 27-корпус 2. То есть это 29-корпус 2, это 27-корпус 2. Вот это дом. Который будут сносить тоже во вторую очередь. Ну, все. Посмотрели одну из точек. То есть, видите, здесь уже строительство началось. Вот, так что процесс, как говорится, пошел. Ну, пока еще снос, но, наверное, уже скоро будут строить. Это, кстати, интересные гаражи еще сохранились. Видите, в каком состоянии. Но еще с советских времен. Вот они стоят. Вот, видите, вот это здание двухэтажное будет сносить. Ну, вот. Все. Так, дальше пошли, смотри, еще дома. Итак, это 29-корпус 3 дом. Вот это 29-корпус 1. Ну, а это вот, я уже сказал, 27-корпус 2. Сейчас посмотрим. Вот, это у нас 29-корпус 1. Поближе посмотрим. Вот, 29-корпус 1. А это вот 27-корпус 2. Ну, еще вот на реновационную площадку. Все это будет сноситься и строится новый дом. Вот, 27-корпус 2. А это 27-корпус 3. Вот. Все, панельные дома 61-го года построить. Ну, корпус 3. Итак, 27-корпус 3. И 29-корпус 1. Еще раз, с другой стороны. 27-корпус 3. Так, и дальше у нас там идут еще дома уже 25-е. Вот это 25-корпус 2, это 25-корпус 3. 25-корпус 2, 25-корпус 3. Ну, а это вот 27-корпус 2 еще раз. Вот там гаражи, может быть, тоже. Не знаю, будут сносить, нет, но... Вдалеке. Может быть, вроде, пока никому не мешает. Тут открытая стоянка. Итак. 27-корпус 3 дом. 25-корпус 2 и 25-корпус 3. Это 27-корпус 1 только. 27-корпус 1. А вот это вот, да. У нас дом 25-корпус 3 и 25-корпус 2. Беленький дом. 25-корпус 2 белый, 25-корпус 3 желтоватый. Ну, и вот тоже, видите, какие пространства. Двор, там до проезжей части, там какое-то предприятие, вещество питания. Вот, 25-корпус 2. А дальше там уже дома по профсоюзной улице идут. Мы их уже смотрели. 25-корпус 3, 25-корпус 2. Ну, видите, здесь какие-то работы тоже деревья вырубают. Около дома 25-корпус 3. Ну, а теперь мы по другую сторону профсоюзной улицы. Перешли ее тоже в районе метро Новой Черемушки. И снова смотрим дома, в которые попали под сносы, по инновации по улице Грибальди. И вот этот дом. Профсоюзную уже смотрели. Вот. Дом 37. Ну, и вот эта пятиэтажка. Ну, и вот перед нами дом 23-корпус 5. Это тоже все панельные дома. Построенные. 23-корпус 5. Построенные в 60-м, в 61-м годах. Ну, то есть, по сути, в то же время, что и, как говорится, по другую сторону. То, что мы только что видели. Мы только там все в 61-м, а здесь в 60-м, в 61-м. То есть, так, за два года. Ну, все равно. Более или менее. Понятно. Вот. Ну, и тоже все панельные. В основном. Видимо, до дома. Там вот профсоюзная улица остается. Ну, а мы идем дальше. Какое-то здание на реконструкцию. Можно посмотреть. Вон поликлиника. Вот. Потому что даже показывал, кажется. Вот. Это вроде театр. По-моему, какой-то бенефис, что ли, называется. Что-то такое. Вот. Ну, ладно. Так. Сейчас посмотрим. А, да. Бенефис. Вот. Ну, и вот этот у нас, соответственно, дом. 23-корпус 3. Тоже панельный дом. Вот 23-корпус 3. 23-корпус 5 с другой стороны. И 23-корпус 3. Вот. Ну, и, соответственно, дальше там идут. Там мы уже видели по профсоюзной улице. И вот здесь еще дальше идем. 23-корпус 1. Дом вот этот вот. 23-корпус 1. Ну, тоже, видите, торцами стоят проезжие части эти дома. И на некотором расстоянии там вот за предприятием общественного питания. 23-корпус 1. 21-корпус 3. 23-корпус 3. 23-корпус 3-корпус 5. Это 21-корпус 3. 23-корпус 5 был. 23-корпус 3. Вот это 23-корпус 1. А вот это уже 21-корпус 1. Вот это 21-корпус 3. Желтенький дом. Вон, 21-корпус 4 зелененький. Зеленоватый. Сейчас мы его поближе посмотрим. Так, 21-корпус 3 дом. Да, и эти дома, кстати, в отличие от тех, что мы видели по другую сторону, профсоюзные, да, они попали в реновацию уже в последнюю очередь, то есть это третья очередь сноса. 29-32 год. А те, вторая очередь, напомню. Итак, 21-корпус 4. Ну вот. Такой зеленоватый дом. 21-корпус 4. Так, ну и 21-корпус 5. Он туда уже вот, собственно, в желтый дом тоже выходит на проезжую часть, соответственно. Как бы тоже перекрывает с той стороны, стороны проезжей части. Вот. 21-корпус 5. А это 21-корпус 6. 21-корпус 6. 21-корпус 5. 21-корпус 3. И вот это 21-корпус 4. Итак, 21-корпус 4. 21-корпус 5. 21-корпус 6. 21-корпус 3. И 21-корпус 1. Сейчас еще посмотрим. В этой группе домов. И туда же пойдем дальше. К улице Аркитетра Власова. Вот. 21-корпус 1. Ну, это детский сад. И вот. Раздом. 21-корпус 1. Вот он, белый дом. Вот. И тоже он стоит, как и большинство других домов, он стоит корцом. Тоже проезжей части вот этой улицы Грибаль. Так, 21-корпус 1. А это у нас 21-корпус 6. Вот. С другой стороны. Ну, и вот такой сбор между ними. Напомню, что 21-23-е дома, это все панельные дома, мы только что видели. 60-61 годов постройки и 3-й очередь снос. Дома 17-корпуса 4. Вот этот и корпус 3. Вот этот. Они в реновацию не попали на сегодняшний день. А здесь на улице Грибальдзе. Вот последние дома, которые мы посмотрим по ваших реноваций, это 17-корпуса 1 и 2. Вот. 17-корпус 2. Ну, и фактически они находятся уже ближе к пересечению с улицы Аркетра Бласова. Вон 17-корпус 1, который выходит на проезжую часть. И вот этот 17-корпус 2. Это два кирпичных дома, которые были построены в 1060 году. И вот эти дома, их снесут в ближайшее время. То есть, это вообще первый кандидат на снос. Ну, одни из первых, по крайней мере, в этом районе. Вот этот дом. 17-корпус 2. И вот тот 17-корпус 1. Вот эти два дома, стоящие друг к другу перпендикулярно, это вот как раз их снесут до 2024 года. Почему? Ну, хотя, видите, казалось бы, кирпичные, да? Панельные намного, так сказать, более ветхие, да? Более старые. Вроде бы их обычно сносят, да? Ну, дело в том, что за этим домом, за этими домами, вот сейчас 18-корпус 2, мы видим недавно построенный революционный дом. В который, скорее всего, как раз жители этих домов и приедут. Он чистится по улице Гарибальди, вот 17-корпус 1. А улица Гарибальди дом 17. Это 17-корпус 1, 17-корпус 2. А вот, видите, построили совсем недавно, в конце прошлого года, как раз вот этот вот дом для переселенцев. По инновации. Вот эта точка. Здесь вот как раз точно на пересечении с улицы Архитектора Власова. Вот он, это дом. Вот дом. Десятиэтажный. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, 10 этажей. Вот он, это дом. Пожалуйста. Вот этот дом построили в самом конце прошлого года, 2020-го, в декабре месяце. Как раз для переселенцев. И, скорее всего, как раз вот в него и переселят жители вот этих вот домов. Вот. Как раз вот 17-корпус 2, еще раз смотрим с другой стороны. И вот этот 17-корпус 1, который непосредственно выходит на проезжую часть своим лицевым фасадом. Ну, этот чуть с отступом, да, и боковым фасадом выходит. Вот. Так что вот так вот. Первый дом построили сначала на профсоюзной 32, про инновации. Здесь реновационный дом для переселенцев. Ну, а второй уже вот около года назад его построили. А в конце вот, в прошлый год, совсем недавно, построили вот этот дом. Что интересно, тоже 10-этажный, да, довольно редкое явление, чтобы такой был малоэтажный дом. Ну, вот факт. Вот, скорее всего, этих жителей как раз будут переселять вот в этот дом. Я так понимаю, что он уже заселяется, если он сдан в декабре прошлого года. Ну, вот. Ну, вот, пожалуйста. Все. Сейчас отойдем. Еще подальше. Еще посмотрим. Получше. Вот здесь хорошо видно. Вот, пожалуйста. Так, ну, Галебальди посмотрели, какие дома попали в реновацию. А теперь настала очередь улицы Аркетра-Власова. И вот этот дом 25, корпус 1. Видите, кирпичная пятиэтажка. Построена в 1660 году. Этот дом тоже попал в реновацию. Кирпичный. Видите, он, вот, ультра Аркетра-Власова проезжая часть, собственно. Ну, вот этот вот дом. Пожалуйста. 25, корпус 1. Вот, который, видите, торцом и даже, так сказать, боковым отклонением, как сейчас устроили, вот так вот, несколько сбоку и торцом. Выходит, проезжая часть, чтобы максимально возможно снизить шумовую и химическую, так сказать, нагрузку на вредными всякими примесями на жителей этих домов. Итак, 25, корпус 1. Вот. 25, корпус 1. Ну, это уже третья очередь сноса. В отличие от тех вот домов по Гарибальде 17, корпуса 1 и 2, это уже будут сносить еще не скоро этот дом. Ну, по крайней мере, по плану. Хотя он построен тоже кирпичный в 1960 году. Ну, вот этот реновационный дом, он как раз выходит на проезжую часть. Вот он между Гарибальде находится, вот там он, чуть подальше. Вот. Ну, а дальше у нас идут, соответственно, панельные дома, да, и за 25-м домом идет дом 23, корпус 1. Вот он. Дом, построенный тоже в 1960 году. Просто этот кирпичный, а этот панельный. Итак. Панельный дом 23, корпус 1, 1960 года постройки. Ну, и сейчас вот, где дома, которые мы будем видеть, это третья очередь сноса в собственном доме. Итак, 23, корпус 1 и 21, корпус 1. И сейчас еще корпус 2 посмотрим. Два корпуса этого дома. Ну, видите, здесь какая-то стоянка машин, коммунальные техники, а за ними уже современные дома. Видите, как по одной стороне этой улицы у нас советские дома, вот преимущественно, да, хотя уже построили реновационный дом, там вот на пересечении, да, с улицы Гарибальдия. Ну, а по другую сторону уже, видите, более современные дома. Вот, пожалуйста. Вот. Итак, 21, корпус 1, а корпус 2, он находится там, несколько в глубине. Тоже под наклоном. Ну, фактически параллельно вот этому дому, 21, корпус 1. Итак, 21, корпус 1, и он 21, корпус 2. Точно такой же белый дом. Тоже пятиэтажка, и тоже построено все было. Все эти дома, они были построены в 60-м году. Панельные дома. Это, по-моему, интернат, насколько я понимаю. Ну, и вот, как раз здесь вот были построены эти дома. Итак, второй панельный дом, 21, корпус 2, 1660-й год постройки. Пожалуйста. Так, 21, корпус 2, и еще раз смотрим, 21, корпус 1, со стороны двора. И снова у нас панельные дома. Это дом 15, корпус 3. За вот этими уже более современными домами, там зданием, по-моему, интерната все-таки, да? Вот он дом 15, корпус 3. И сейчас мы тоже снова будем видеть в самом панельные дома, ну, еще части и блочные. Также и три кирпичных нас встретятся по этой улице. Вот. Ну, и так они несколько в глубине вот этот находятся, ну, а другие тоже, в общем, в самом глубине будут находиться. И вот, собственно, проезжая часть. И вот этот у нас дом 15, корпус 3. Вот, сейчас мы снова будем видеть панельные дома, которые были построены, ну, в общем-то, уже не так однозначно, как в эти в 60-м или там в 61-м, а эти с 60-го по 63-е годы. То есть вот где-то за 4 года вот эти дома, которые мы будем видеть вот с 15-го и туда дальше по улице архитектора Власова вплоть до 5-го дома. Итак, 11-й корпус 3, а это 15-й корпус 3, а это 15-й корпус 1. 15-й корпус 2, так понимаю, то ли нету, то ли другой. Вот этот дом вот сразу 15-й корпус 1. Сейчас это все панельные дома. Вот так они вот идут. Видите, немножко в шахматном порядке, 1-1. Ну, чтобы как бы друг друга не перемыкать, а вот именно все-таки было такое пространство. Итак, 15-й корпус 1, 15-й корпус 3 со двора. Еще раз смотрим. Ну, дальше идем к 13-м. Вот, 15-й корпус 1, 15-й корпус 3, а это у нас уже 13-й дом. 13-й корпус 1, 13-й корпус 1, и вон 13-й корпус 2. Вот так они будут идти. Ну, и дальше такая же система 11-й, 9-й там, и до 5-го дома примерно такая же система. Итак, 11-й корпус 1, 13-й корпус 1, 13-й корпус 2. 13-й корпус 2. Ну, и 15-й корпус 1 со стороны двора. Итак, да, вот здесь еще. Вот, 13-й корпус 2, ну, и 15-й корпус 1 со стороны двора. 11 корпус 1. Вот эти дома, они торцами выходят непосредственно на проезжую часть, ну, с небольшим отступом. А вот эти, вторые корпуса, они немножечко подальше. Вот далее они тоже, видите, что-то срубили. Итак, 11 корпус 1. А вот это 11 корпус 2. 11 корпус 1. И 11 корпус 2. Напомню, это панельные дома 60-го, 63-го годов постройки. Вот 11 корпус 2. А это 13 корпус 2, уже с другой стороны, со стороны двора. Дальше 9 дома. Вот это 9 корпус 1 у нас дом. Вот 9 корпус 1. И 9 корпус 2. А вот 9 корпус 2, он уже кирпичный дом 60-го года постройки. Вот я говорил, 3 дома мы увидим про это ультрафетро-властовое кирпичное. Вот один из них как раз этот. И следующий за ним тоже. Вот это 9 корпус 2. Ну, вот хорошо видно здесь 9 корпус 2. И 11 корпус 2 со стороны двора. Ну, и вот такое пространство между домами. А дальше 7 дом. Видим, тоже кирпичный. Вот 7. Тоже кирпичный дом. 7 корпус 1. 7 корпус 1. Ну, и 9 корпус 1 со стороны двора. А это 7 корпус 2. Тоже кирпичный. 60-й год постройки. 7 корпус 2. Ну, и 7 корпус 1 со стороны двора. Так, ну, и 5 корпус 1. А это дом блочный. Блочный. Вот. Блочный дом. И 5 корпус 1. И 5 корпус 2. Это блочные дома 1660-го года постройки. Итак, вот это 5 корпус 1. Вот. Видите, там уже по другую сторону современные дома. А это вот 5 корпус 2. Вот. Это все, напомню, третья очередь снос. Те дома, которые сейчас вот мы видели по бульсархиектору Власова. С 25-го до вот этого 5-го. Вот так вот. С 5-го по 25-й. Это все третья очередь получается. Итак, соответственно, 5 корпус 2. Ну, и вот дом. И вот кирпичный дом. 7 корпус 2 уже со стороны двора. И 5 корпус 2. Так, ну, и теперь мы еще увидим и парочку домов по Нахимовскому проспекту. И один из них, который как раз рядом проходит здесь, вот вон туда, дальше Нахимовский. И один из этих домов, это вот этот дом. Кирпичный, 61 корпус 6. То есть, вот это все кирпичные дома. Сейчас мы увидим, они были построены в одном году, в 360-м году. Ну, что, в принципе, типично для этого района, да и для многих других районов тоже. Итак, 61 корпус 6. Кирпичный пятиэтажка 60-го года постройки. Это у нас тоже третья очередь снос. Получается. Так, 61 корпус 6. Вот, а сейчас еще два дома посмотрим по улице Аркетера-Власова. И вот первый дом, это как раз вот этот дом 9 корпус 3. Мы видели там 9 корпус, 1 корпус 2, а это вот 9 корпус 3 еще дом. Вот, тоже кирпичный. 60-го года постройки. 9 корпус 3. Так, 9 корпус 3. Ну, и вот расстояние между ними, между дворами. Вот гараж сейчас хранился. Такой старый артефакт, как говорится, еще наверняка с советских времен тоже стоит тут. Так. Итак, 9 корпус 3. Вот этот попал тоже в реновацию. А вот этот дом. Вот этот дом 11 корпус 3. Он в реновацию не попал. Хотя тоже точно такой же кирпичный, тоже в те годы построенный. Ну, вот не попал. Так вот. Вот этот дом. Вот этот попал, смотрите. 9 корпус 3. А вот этот 11 корпус 3 не попал. Хотя 11 корпус 1 и 2 не попали. Но они, правда... Ну, хотя тоже, да, 11. Нет, но они панельные, да, поэтому... Вон они, дверенькие, поэтому понятно, почему они попали. Вот панельные здесь. В общем-то, все попадают в этом районе. А вот с кирпичными, ну, как обычно, бывает. Итак, вот этот вот дом. 11 корпус 3 не попал. Смотрите, какие лужи в дворе. Видели, когда-нибудь такие, да? Ой. Вот это да. Вот этот корпус 3. Тут едва пройдешь, еще и машины стоят. Вот. Ну, еще два дома осталось здесь. И уже по другую сторону, но у черемушек пойдем. Вот. Так, сейчас посмотрим. Итак, 9 корпус 3. Еще разок смотрим. Вот этот 11 корпус 3 не попал. Но на всякий случай смотрим. И попал еще вот этот дом. 13 корпус 4. 13 корпус 4 тоже по улице Архитра Власова. Последний дом, который попал. Архитра Власова. Вот он. Тоже кирпичный дом 60-го года постройки. Вот, пожалуйста. И напротив него вот тот дом попал, но он уже по Нахимовскому проспекту. 61 корпус 6. Вот тот дом. С зелеными балконами. 61 корпус 6 тоже попал. Пятиэтажка кирпичная тоже попала. А вот эти три, вот эти две пятиэтажки, да, вот эти, тоже по Нахимовскому, они в реновацию пока не попали. Только вот та. 61 корпус 6. Ну, опять же, на сегодняшний день. Ну, вот такая вот одинокая пятиэтажка осталась на улице Наметкино. Дон 22, корпус 3. Вот она, панельная пятиэтажка. Вокруг, в окружении высоток. Видите, везде уже давно понастроили высоток. Вот. А вот эту пятиэтажку все никак не снесут. На самом деле, раньше здесь довольно много было пятиэтажек. Ну, по сути, все было усеяно этим пятиэтажками, даже как и вообще в Черемушках. Ну, вот здесь, видите, уже, в общем-то, практически все обновили. Вот. И вот. Одна эта пятиэтажка осталась. 21 корпус 3. Вот она, панельная 63-го года постройки. Давно уже хотят ее, кстати, снести. Вот. Уже лет 15, если не 20 назад уже разговоры были, что ее будут сносить. Но вот так все и стоит до сих пор с этими разговорами. И что еще более интересно, что эта пятиэтажка попала под снос. Вот. Только в третью очередь. То есть, ее еще, она еще постоит, скажем так, по крайней мере, по планам. Лет 10 примерно. Вот эти вот этих вот высоких домов. Ну, вот не знаю, с чем это связано. Не хотят ли жители отсюда переезжать. Ну, вот такая ситуация. Все. Больше здесь наметки на сносить нечего. Остальные высокие дома. Ну, вот с другой стороны та же пятиэтажка, со стороны двора. Вот так она выглядит. Ну, обычная пятиэтажка, панельная, ничего интересного в принципе нет. На улице Каховка. Около десятка домов тоже попало в реновацию. Сейчас мы видим блочные дома. Вот. Это у нас дом 22, корпус 4. Вот. И здесь у нас дом 22, корпус 1. Который выходит непосредственно в проезжую часть. Вот. 22, корпус 1. Ну, это у нас 22, корпус 2. И дальше вон 22, корпус 3, 22, корпус 4. Вот таким вот образом. Ну, а дальше там, кстати, видите, беленькие дома. Еще там два дома, которые тоже на проезжую часть выходят. Вот. Это у нас дома 24, 26. Вот это 22, корпус 1. Вот тут 24, белый. И там 26. Вот. А это 22, корпус 2. Корпус 3. Вот это 22, корпус 2. 22, корпус 3. И следующий, вон, последний, тоже белый. 22, корпус 4. Это все блочные дома, построенные, как я уже сказал, с 62 по 65 годы. Вот. Так. Вот тоже здесь вот видно 24, 26. Вот там вдали дома. Вот белый 24 и желтый 26. Это 22, корпус 1 тоже. Вот 3 дома. Они фактически идут вот так вот друг за другом и уходят на проезжую часть немножко лесенка. Ну, это 22, вот, корпус 3, дом. И 22, корпус 4. Ну, здесь вот сейчас хорошо видно. Ну, такие вот дворы. То есть, 22, корпус 3, 22, корпус 4. Ну, и это у нас, собственно, в самом третью очередь сноса. То есть, лет через 10 примерно. Ну, а 22 домов, корпуса 2, 4. Мы переходим к 18 домам. Их три дома. 18, корпус 3, 4 и 5. Вот они перед нами. 18, корпус 3. Ближе к проезжей части. Ну, а корпус 4 и 5. Немножечко, чуть подальше. Идут друг за другом. Так, и так. Смотрим. Это у нас 18, корпус. 5, по-моему. Да. Это 18, корпус 5. А это уже по Перекупской дома. Сейчас посмотрим. Сначала 18, корпус 5. Ну, видите, стандартные дома. Тоже блочные. Первая половина 60-х годов постройки. Так, 18, корпус 5. И с ним, фактически, соединен дом 18, корпус 4. Ну, а корпус 3, он как бы сам по себе рядом с ними находится. Туда, ближе к проезжей части. Вот 18, корпус 4. Дом. Ну, это же по Перекупской. 17-е дома. Сейчас посмотрим тоже. Это уже по Перекупской. Это 17, корпус 4. Тоже это отдельно стоящий дом. Ну, вот. 18, корпус 4. А там за ним это 18, корпус 3. Ну, и, соответственно, если ты такой, ты не пройдешь между ними. То есть они как бы стыком идут. Ну, вот это вот 17, корпус 4. Жопа Перекупской. И тоже за ним идут, тоже в стык идут два дома. 17, корпуса 3 и 2. Ну, уже по Перекупской. Который там вот проходит, собственно, практически параллельно к Аховке. Ну, она так несколько петлю делает. Она не прямая улица, но на каком-то участке она вот там практически параллельно проходит к Аховке. Итак, это вот дом 17, корпус 4. И вон 17, корпус 3 и корпус 2. Желтенький дом. Это у нас дом 17, корпус 3. Ну, и такой же желтый 17, корпус 2. Вот они тоже средние. Вот такая здесь конструкция. Видите, такой особенность как бы этой местности, где мы сейчас идем. Вот, вот 17, корпус 3. И вон там точно такой же, совершенно такой же дом. В одно время построенный 17, корпус 2. Ну, тут буквально между... Ну, этот вот, видите, несколько 17, корпус 4. Как бы чуть сам по себе. Потому что они доходятся. Ну, и вот, в принципе, хорошо видно 17, корпус 3 и корпус 2. Вот, они тоже в стык идут. И все. Желтенький дом. Ну, вот, поближе посмотрим. 18, корпус 3. И вот двор, соответственно, между ними. Видите, весь снегу. Ну, а так, конечно, здесь все в зелени утопает, когда это все. Летом. И тоже сам по себе дом 17, корпус 1. Вот, тоже такой желтоватенький. Вот, тем более, может, интенсивный этот. Менее интенсивный. Тоже сам по себе. Ну, вот, 17, корпус 2, корпус 3 и корпус 2. Ну, вот, собственно, вот и Перекопская улица, вот этот дом 17, корпус 1. Он непосредственно выходит вот на проезжую часть. Ну, а там вот 17, корпус 2 и 17, корпус 3. Ну, вот, 17, корпус 1 уже со стороны проезжей части. Вот. Ну, все. А вон там, вот видите, идет строительство еще одного реновационного дома. Четвертая площадка. Это уже по Севастопольскому проспекту. Вот, вот мы сейчас на Перекопской, там вот, где смотрели дома недавно. И вот, видите, видите, как вырастает дом по Севастопольскому проспекту. 28, корпус 9 у него адрес. 14-этажный дом строится. И хотят его построить уже в этом году. Но пока, видите, стройка еще продолжается. Уже он, ну, скоро уже закончится. Возведение под крышу. Ну, еще там, естественно, предстоит отделка и внутренняя, и внешняя. Так что времени пройдет много. Не знаю, успеет ли в этом году. Но по плану хотят вот строить. Да, строить в этом году. Вот еще одна четвертая площадка, и там, как видим, дом строится. То есть, вот мы видели все четыре площадки. Соответственно, два дома уже построена, реновационных. Это профсоюзная 32 и Гарибальде 17. Вот, значит, этот дом строится на Севастопольском проспекте. Вот, ну, и, соответственно, видели еще на Новочеремушкинской улице площадку. Там еще пока только идет подготовка. Там еще предстоит снова строение, да, нежилого. И, соответственно, после этого уже начнется за день дома. То есть, там пока еще идут только подготовительные работы к началу строительства. Вот так. А в Севастополье давайте реноваться. И реновация здесь, в принципе, продвигается. Идет, в принципе, довольно-таки активно в этом районе. Ну, юго-запад все-таки, поэтому место довольно престижное. Так что неудивительно, что здесь реновация идет, в общем-то, быстрее, чем во многих других районах Москвы. Ну, а сейчас мы остаемся на Перекопской улице. Сейчас мы увидим группу из пяти домов по Перекопской. Из 25 по 29. Вот это 25 корпуса 1 и 2. 27 корпуса 1 и 2. 29. И вот эти дома, они блочные. Они были построены в 1662-1663 годах. Ну, собственно, такие же, как мы видели до этого. Но, что важно тоже, что эти дома снесут в первую очередь. То есть, вот эти еще вместе с домами по Гребальде, дом 17 корпуса 1 и 2. Эти дома первые кандидаты на снос. По программе реновации в ближайшие годы их должны снести до 24 года. Ну, а до 27 корпуса 1 и 2. Желтенькие дома. Вот, 27, 25 это белые, а 27 желтые. Они как бы тоже сочленены друг с другом. Ну, давайте пройдем между ними, чтобы получше посмотреть. Итак, 25 корпус 1. Видите, они торцами выходят на проезжую часть. Это первые корпуса. Ну, а дальше они уже идут в глубину жилого квартала. Это 27 корпус 1. Ну, и 27 корпус 2. Вот такие сочлененные тоже дома, что, в общем-то, характерно для этой местности. Ну, и вообще в целом для черемушек. Ну, и, в общем-то, в Москве тоже в старых районах еще наблюдается такая ситуация. Вот, ну, вот еще ближе 27 корпус 2. Дом. И 25 корпус 2. Белые, желтые. И 25 корпус 2. Ну, и вот, видите, такой двор между ними. Так, они несколько тоже под наклоном и торцами стоят к проезжей части. Ну, а 29 дом, он один. Без корпусов. А это уже по Каховке. Мы видели там, вот, 22 корпус 1, 24, 26. Сейчас еще посмотрим. И перейдем в другую сторону Каховки. Ну, вот, пожалуйста, еще раз. 27 корпус 2 и за ним 1. Там 22 корпуса 2, 4 по Каховке. А это по Пениковской. Так, ну, и вот. Собственно, здесь хорошо видно тоже 15 корпуса 2, 1. Вот. Ну, и, собственно, вот 29 дом. Тоже блочный, 62-63 годы постройки, напомню. Тоже белый. Так, как и 25 дома. И 29 белый, а 27 желтый. Вот. Это 29 дом. Ну, и смотрим сюда. Вот это у нас дом 24, дом 26. Это по улице Каховка. Тоже блочные дома. Первый плен на 60-е годы постройки. Ну, вот. 26, 24, 22 корпуса. Один, три дома. Один друг за другом идут. Это уже со стороны непосредственно проезжей части. Так все это выглядит. Ну, а дальше уже вот еще один дом. 38-й у нас, соответственно, видим. Причем этот дом, сейчас тоже будет больше дома, 62-63 годов постройки. Причем этот дом, он попал в вторую очередь с носа, в отличие от других домов, которые мы вот сейчас увидим дальше. 38-й это как бы особый дом. Ну, особый в смысле того, что именно вторая очередь с носа. Как-то он обычный. Ну, во вторую очередь попал в сердце. Ну, это 36-е дома. Там, соответственно, 36 корпус 2, 3, 4, 5. И корпус 1 там точно такой же. Вот по уже у нас Херсонской улице. Да, 38 мы видели. А это вот 36-е дома. Вот так они друг за другом. Ну, один корпус, соответственно, 36 корпус 1, он выходит на проезжую часть. Так же, как и 38. Ну, 38, видите, корпус 2, 3. 36, вернее. 36. Ну, вот видите, желтенький домик. Вот этот у нас корпус 3, белый. А второй желтый. Ну, и туда, там, в проезжей части, там, соответственно, тоже еще один корпус находится. Вот. Ну, это у нас уже дома по Севастопольскому проспекту. Так что давайте сначала посмотрим дома по все-таки Херсонской улице. Итак, 36 корпус 2, белый корпус 3. Сейчас давайте к первому сходим. Ну, тоже мы не видели. 38-й посмотрели, а 36-й. Так. И, ну, вот. Соответственно, у нас дом 36, корпус 1. Ну, это 36, корпус 3. Ну, корпус 2, корпус 3. А вон 36, корпус 1. А это 36, корпус 4. Тоже белый, как и третий. Вот, 36, корпус 4. И еще пятый тоже есть корпус. Так, это все вот блочные дома 62-63 года в постройке. Ну, и третья очередь сноса. 36, корпус 4. Ну, и вот 36, корпус 5. То есть, видите, первые корпуса, они там, фактически, на правейшей части, а здесь остальные их сюда вот отправили в глубину, чтобы людям комфортнее было. 36, корпус 4. И точно такой же белый, 36, корпус 5. Ну, еще сейчас 4-4, посмотрим 32. Так, 36, корпус 5. Ну, здесь вот видно. Так, а это у нас уже 32-е дома. Это у нас 32, корпус 2. И сейчас мы спустимся в 32, корпус 1. Вот, все это блочные дома, 60 дорог, 63-го года в постройке. 32, корпус 2. Ну, и дальше вот так вот они будут идти парами, как бы. Вот, сюда, к правейшей части, выходит 32, корпус 1, желтенький дом. Вот, 32, корпус 1. Вот, 32, корпус 1. Вот, а это 34, корпус 1 дом, с ним соединенный. Вот, вот он. Это 34, корпус 1. 34, корпус 1. И 36, корпус 1. Так, ну, и за 32-ми домами, вот это 30, корпус 1, дом находится. Тоже блочный дом. Вот это 32, корпус 2. А это вот 30, корпус 1. Вот, 30, корпус 1. Ну, и за 30-м, логично, следует 28-й дом, но он тоже 1. Вот, вот это 28-й дом, а 30-й. 30-й белый дом, там 32-й остались, а это вот желтенький, 28-й. Ну, вот здесь хорошо видно, дом 28. Вот. Ну, а за ними будут снова 2 дома, 26-х уже. 26, корпус 1 и 2. Ну, смотрим, 28-й снова дом. Тоже детская площадка, вся в снегу, все утонуло в снегу. Итак, 30, 28. Ну, и теперь вот 26-й дома, 26, корпуса 1 и 2. Ну, вот, просто 2 дома. Вот это 26, корпус 1, тоже желтый получается. И за ним 26, корпус 2. Точно такой же, тоже желтый. Вот это как раз Херсонская улица, торсами которыми, немножко даже так под углом, но она и сама улица, непрямая, так же как и Перекопская. И так, 26, корпус 1, а это вон дом 24 у нас. Дом 24. Ну, он тоже одинокий, видите, как такое чередование идет. То один дом, то два. Тоже желтенький, 24-й. А 22-й тоже два. Ну, 24-й дом. Ну, это 26, видите, да, один за другим идет. 26, корпус 1, за ним стык идет. Несколько со смещением, как часто бывает в этом районе. Вот еще караш сохранился старый, судя по всему, советский. И так, дом 24. Дом 24. Ну, и вот эти вот 26. С 1 и 2. Вот, 24, корпус 1, с другой стороны. Ну, и вот этот, шелтоватый. И 24, 26, вернее, корпус 2. 24-й, вот этот дом. Вот, 26, корпус 2. Даже между ними какие-то балконы, видите, на стыке находятся. Балконы оригинально. И проход, кстати, тоже между ними есть. Вот, 26, корпус 2. Ну, и, собственно, остались последние два старые дома тут по Херсонской. Тоже они, видите, идут. Соединенные. 24. И вот 22. 22, корпус 2, 22, корпус 1. Который ближе к дороге. Видите, сколько деревьев здесь сейчас хранилось. И тоже между ними балкон и проход. Вот так и сделали. Интересно. А, кстати, балконы, они, интересно, кому принадлежат, жителям вот этого дома, как... Или они общие. Наверное, все-таки не общие. Ну, 24, вот, и гости. И 22. Ну, а теперь сейчас, собственно, посмотрим последнее уже по Севастопольскому проспекту. Еще несколько домов. Сейчас выйдем. Ну, мы же отчасти видели. Ну, и еще посмотрим. Тоже. Бывочные пятиэтажки. Ну, вот, и еще раз дома. Как раз 22, корпуса 2 и 1. Желтые дома блочные. 62-63 годов постройки. Ну, и последние дома, которые мы посмотрим, попали в реновацию в этом районе, это вот эти дома по Севастопольскому проспекту, 44-46. Есть 8 домов. Вот так они тоже идут. Ну, в принципе, тоже в глубине квартала. Вот, один друг за другом. Вот это все дома. Это вот 44 корпуса 2, 3, 4, 5. И 46 корпуса 4, 6, 7. 4, 6, 7. Вот. 4, 5, 6, 7. Вот так. 4, 4. Ну, вот это 46. А там он. 44 дома. Вот так они идут. Рук за другом. Группами. По 4, 4 и по 4. Ну, вот это вот у нас. Това. И вот, пожалуйста, тоже еще. Здесь. Вот, 46 дом. Вот и там тоже. Вот такая вот группа из 8 домов. Частично белые, частично желтые. В основном белый преобладает. Вот, вот, желтоватый домик, белый, с зелеными балконами. Ну, вот такая вот. Ну, вот так вот они идут. Это вот как раз по Севастопольскому проспекту. Это тоже облочные дома. 62-го, 63-го годов постройки. И тоже попали они в последнюю очередь с носом. Еще не скоро. Вот такая ситуация. Ну, и вот последний 8 дом. Шестые дома, и вот 44-е тоже. Вот такая вот ситуация здесь на сегодняшний день. И, конечно же, будем следить за развитием событий. Продолжение следует...